Музейный кластер Музейный огромный район Где будет развернута история СССР Я считаю, что с точки зрения области Это единственно возможная Такая абсолютно правильная Во многом прагматическая история Которая, естественно, я сказал Это вызовет огромные идеологические дискуссии Это вызовет огромную полемику И естественно, что на это надо идти Потому что с точки зрения справедливости Конечно, музей СССР нужен Споров будет очень много Я прекрасно понимаю Потому что история СССР Это все-таки история между кубанскими казаками И ГУЛАГом Между неким мифом о советской власти И антимифом о советской власти Но ясно совершенно, что есть вещи, которые в СССР Ну, они очевидны совершенно Во-первых, субъектами истории стали сотни миллионов людей Это было впервые, может быть, в истории России Когда субъектами не узкий круг политической элиты Не декабристые народовольцы А десятки и сотни даже миллионов людей Стали субъектами истории Они стали творить историю На свой манер, по своему пониманию жизни Как они понимали мир И так далее Это феномен, который был для всего мира очевиден Во-вторых, конечно же, СССР Предопределил очень многие процессы Во всех капиталистических странах И те поиски социальных примирений, которые были Те социальные результаты, которых достигли западные Рабочие в западных странах И даже в колониальных странах Они связаны с самим наличием СССР То есть нам не очень повезло, с моей точки зрения А в этом смысле поиски социальных Сглаживания социальных конфликтов на Западе Они дали очень серьезные результаты И сегодня социализма уже К 80-е годы социализма было больше Какой-то, естественно, Швеции Чем в Советском Союзе И это был другой просто там социализм Но социальные отношения были Был поиск примирения Есть очевидная совершенно вещь СССР это страна, которая победила фашизм Цена вопроса огромна, непомерна Но это так СССР реализовала несколько проектов Которые сделали ее всемирно-исторически Очевидно, это все, что связано с ядерной энергетикой С ядерной бомбой, с ядерным оружием И с космосом Это очевидно совершенно В СССР добились определенных результатов В определенных сегментах культуры Которые стали тоже мирового уровня И повлияли тоже на всю мировую культуру Словом, вот Это такой цивилизационно-цивилизационный модель Такая историческая, которая была Имела начало, имела завершение Для историков и для музейщиков Потрясающих И самое последнее Конечно, музей СССР нужен для того, чтобы Мы просто знали свое Мы боимся прошлого Вот это самое страшное, что у нас существует Мы боимся собственного прошлого Этого делать нельзя, неправильно Был Ленин, был Сталин Была революция, был 17-й год Все это было Это до сих пор в каждом из нас Хотим или не хотим, живет Это мы, это поколение людей Которое родилось в СССР Прожил в СССР большую часть своей жизни Это тоже надо понимать